Анастасия Лагина, Елена Михайличенко и Ольга Фомина из гандбольной лады в составе национальной сборной России отправились в Корею на международный турнир, а затем тольятинки поедут в Японию на чемпионат мира. Кроме спортсменок в сборной работает помощником главного тренера Амброса Мартина, главный тренер лады Алексей Алексеев. К команде может присоединиться и Ольга Щербак. Правда, если кто-то из сборниц получит травму. Тольяттинская хоккейная лада уехала в Пензу и там проиграла местному дизелю в очередном матче высшей хоккейной лиги Кубок Шелкового пути. Счет на исходе второго периода открыл нападающий хозяев Антон Андрианов. В дебюте третьего Александр Денишкин сравнял счет, а за пять минут до конца матча экс-ладовец Николай Владимиров забросил победную шайбу 2-1. Не помогла уйти от поражения и замена вратаря на шестого полевого. Сейчас лада занимает в международном турнире второе место, а Самарский клуб ЦСК ВВС – восьмое. Волжской дерби состоится в воскресенье в пять вечера в Тольятти. Правительство Самарской области планирует сократить финансирование футбольного клуба «Крылья Советов». Сейчас его бюджет 1,6 миллиарда рублей. По словам заместителя губернатора Александра Фетисова, две трети от этой суммы – это деньги налогоплательщиков. Остальные – спонсоры. Задача на следующий год достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечит регион, а другую – частные партнеры. Это были Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. Субтитры создавал DimaTorzok